Сегодня мы научимся играть в Супер Кольт Экспресс. Игра для 3, 4, 5, 6, 7 игроков, которые видели в своей жизни 8 солнечных лет. Спасибо издательству Стиль Жизни за то, что мы знакомимся с игрой на понятном нам языке. Кстати, в коробку с настольной игрой Супер Кольт Экспресс положили не только базовую игру, но и два дополнения. Рефлекс и лошадь. Откроем коробку одной рукой. Отбросим в сторону правила. Возьмем и отбросим также фигурки бандитов. И увидим улыбку красотки. Достаем все карты. Видим карту первого игрока. И начинаем знакомиться. Нет, не с настольной игрой Кольт Экспресс, а с настольной игрой Супер Кольт Экспресс. 7 знаменитых бандитов. Красотка, Шайен, Джанго, Док, Призрак, Майи и Туко все еще не попали в руки правосудия. Под градом пуль мчатся они по дикому западу в поезде компании Union Pacific. Но в этот раз машинист, заботясь о безопасности пассажиров, приказал отцеплять вагоны по одному. Теперь бандитам будет гораздо сложнее удержаться в поезде. Сможете ли вы остаться последним? В коробку положили 7 разноцветных наборов. По 6 карт в каждом наборе. И если для базовой игры вам понадобятся вот эти 4 карты, то вот эти 2 это карты из дополнения. Вот эта карта из дополнения рефлекс, а эта карта из дополнения лошадь. Также в коробке вы найдете 8 карт вагонов. И если с этой стороны они все одинаковые, то ценность у всех вагонов разная. И она указана с обратной стороны вагона. Ценности нет только у локомотива. У него что с этой стороны, что с этой стороны красота. И отличается он только тем, в какую сторону везет состав. Слева направо или справа налево. Также в коробку с игрой положили 7 фигурок бандитов. Карту первого игрока. И правила игры. Супер Кольт Экспресс. Открываем на первой странице. И начинаем подготовку к игре. Возьмите карту локомотива и на один больше карт вагонов, чем в партии игроков. Например, если вас играют трое, то вы берете 4 карты вагонов. 4 карты вагона и 3 бандита. А теперь нужно составить поезд. Для этого мы кладем локомотив. И лицевой стороной вниз мы присоединяем к нему вагоны. Можно подумать, что вот это лицевая сторона. Но нет. Лицевая сторона это изображение мешков с деньгами. Вот это лицевая сторона. А вот это рубашка вагонов. Таким образом мы присоединяем 1, 2, 3, 4 вагона. Вот такой у нас получился состав для игры втроем. Каждый игрок выбирает персонажа и забирает 4 базовых карты своего персонажа. А также фигурку бандита выбранного цвета. И если вы выбрали Туко, значит вы выбираете красного бандита. Будете играть за Дока, выбираете бандита в синем плаще. Майя выступает в желтом кимоно. Призрак бегает по поезду в белой простыне. Выбирая черный плащ, вы выбираете Джанго. Шайн обожает платье цвета кактуса. А у красотки много всего фиолетового. Случайным образом выберите первого игрока, он получит вот такую карту первого игрока. Первый игрок в нашем случае это Туко, потому что у него карта первого игрока. Берет фигурку своего бандита и ставит внутрь предпоследнего вагона. Это последний вагон, это предпоследний. Следующий игрок по часовой стрелке в нашем случае это Майи. Берет своего бандита и ставит внутрь следующего вагона, ближе к локомотиву и так далее. То есть док, это игрок под номером 3, ставит своего бандита внутрь первого вагона. То есть того вагона, который рядом с локомотивом. Вот мы расставили своих бандитов. Небольшое примечание. Если фигурка бандита стоит на изображении вагона, то считается, что бандит находится внутри вагона. А если же фигурка стоит на изображении неба выше вагона, то считается, что бандит находится на крыше вагона. Это важно запомнить для того, чтобы правильно сыграть в настольную игру Супер Кольт Экспресс. Половина бандитов, ближайшая к хвосту поезда, должна быть повернута в сторону локомотива, а все остальные в сторону хвоста поезда. И, скажем, если вы играете вчетвером, и у вас пять вагонов, ну, скажем, возьмем с собой еще Шаин, то, смотрите, половина бандитов поворачивает дуло своих кольтов в сторону локомотива, и ровно половина поворачивает дуло своих кольтов в сторону хвоста поезда. Вот такая картина перед нами в начале игры будет, если мы будем играть вчетвером. Но мы-то играем втроем, и куда повернуть вот этого нечетного персонажа? Понятно, что первый будет повернут в сторону локомотива, вот этот последний будет повернут в сторону хвоста, а вот этот куда? Правила дают ответ и на этот сложный вопрос. Если бандитов нечетное число, то центральный должен быть повернут в сторону локомотива. И, таким образом, вот такая картина будет в начале партии на троих. Так, подготовка к игре завершена, а теперь пора узнать цель игры. Чей бандит последним останется в поезде, побеждает в игре. Вот такая цель — остаться последним в поезде. Каждый раунд будет состоять из двух фаз — фаза планирования и фаза грабежа. В начале раунда каждый игрок берет все свои четыре карты действий в руку, а затем он выбирает три карты. Допустим, раз, два, три оставшуюся карту он откладывает в сторону, а вот эти три карты он складывает перед собой в стопку рубашкой вверх. Причем, таким образом, чтобы первое действие было сверху колоды, второе — под ним, и третье было под самым низом стопки. Почему? Потому что в следующей фазе грабежа именно эти карты будут разыграны, начиная с верхней. И поэтому их порядок в стопке очень важен. Так что перед тем, как сложить их в стопку, значит, это последнее действие, это второе, и вот оно первое. Проверили и положили перед собой. И перед тем, как мы узнаем, как разыгрывается вторая фаза грабеж, давайте узнаем, какие четыре действия могут выполнить в этой игре бандиты. Вот такой значок обозначает действие «развернуться». Поверните своего бандита в противоположную сторону. И если его кольт направлен в сторону локомотива, то поверните его в сторону хвоста поезда. И наоборот. Если, вот, допустим, вы сыграли карту действия «развернуться», а ваш бандит направил кольт в сторону хвоста поезда, то вы поворачиваете его в сторону локомотива. Вот этот значок обозначает сменить уровень. Переместите своего бандита изнутри вагона на его крышу. Или из крыши вагона внутри, если он уже стоял на крыше. Если в том же вагоне есть другие бандиты, разместите его спиной вплотную к краю вагона. Вот так. Вот этот значок обозначает действие «переместиться». Передвиньте своего бандита вперед в следующий вагон в направлении его кольта. И не разворачивайте бандита при перемещении. То есть, вот как кольт показывал в сторону локомотива, так он должен показывать и в финале перемещения. Поставьте его на край вагона, ближайший к тому вагону, из которого он вышел. И, смотрите, если вы находились на крыше, допустим, вот призрак сыграл такую карту действия, то он передвигает своего бандита вперед в следующий вагон на крышу поезда. То есть, вот как на крыше он находился, так в направлении кольта на крышу он другого вагона и перемещается. И, вы знаете, если бандит переместился за пределы поезда, он выбывает из игры. Допустим, вот сейчас Шаен сыграла вот такую карту действия, запланировала так и должна переместиться в сторону кольта. А в сторону кольта это значит, что она спрыгивает с поезда и выбывает из игры. Обратите особое внимание, что направление, в котором повернута фигурка бандита, и ее расположение относительно других фигурок на карте очень важны. Вы можете слегка пододвинуть другие фигурки бандитов, чтобы вашему бандиту хватило места, но ни в коем случае не разворачивайте кольт того бандита, которого вы пододвигаете, оставляйте его в том же положении. И еще, это важно запомнить. При выполнении всех действий локомотив считается вагоном, а значит, у него есть два уровня – крыша и кабина машиниста. То есть, перемещаясь сюда, вы перемещаетесь в кабину, а если вы были на крыше, то вы можете переместиться на крышу локомотива. Помните об этом, когда будете планировать действия. Посмотрите на коробку настольной игры SuperColt Express и присмотритесь получше. Вы же понимаете, что без действия выстрелить нам здесь не обойтись. Конечно же, у бандитов в руках кольты. И вот этот значок на карте действия обозначает действие выстрелить. Представим себе, что призрак, который сейчас играет в белой простыне, сыграл вот это действие и выстреливает, внимание, в ближайшего бандита, стоящего перед вашим. Здесь главное слово – ближайшего. Расстояние до него не имеет значения. То есть, если бы бандит стоял вот здесь, то пуля все равно попала бы в ближайшего бандита. Если бы, скажем, Майя не была в желтом кимоно, то пуля попала бы в ближайшего вот этого тупку. Но вот такая ситуация. Здесь у нас ближайший игрок в желтом кимоно. И, внимание, тут нельзя выстрелить бандита на крыше, находясь, допустим, внутри вагона. То есть, если бы мы стояли вот так, ну, то есть, внутри вагона, а игрок в желтом кимоно стоял бы на крыше, мы не смогли бы вот так развернуть кольт и выстрелить в него. Нет. Пуля бы прошла вот так вот насквозь все вагоны и вылетела бы из этого состава. Это важно запомнить. Итак, выстрел произошел. Переместите подстреленного бандита на один вагон в направлении от вашего и положите его на спину. Бэдэщ! И на спину вот так. Но можно ведь на спину положить и вот так. Смотрите. Раз и два. И таким образом все будут видеть направление кольта, того самого бандита, которого подстрелили. Но правила игры говорят положите на спину. Для этого, собственно, здесь и есть вот такая шикарная спина. Положили на спину. Все будем действовать по правилам. Но и то же самое, понимаете, да? Если бы мы стояли внутри вагона, произошел бы выстрел, также подстреленный бандит переместился бы на один вагон вперед. От выстрела и лег бы на спину. Но давайте рассмотрим тот пример, который был в самом начале. Итак, мы расположили его на краю вагона, ближайшим к вашему бандиту. Нельзя подстрелить уже лежащего бандита. Пуля пролетает над ним к следующей цели. Вот представьте себе, что вот такая ситуация. Идет игра. Призрак играет карту действия. Выстрел. И посмотрите, да, пуля пролетает над желтым игроком и подстреливает вот этого красного бандита Туко. И теперь мы понимаем, что ему нужно отлететь в ближайший вагон на крышу и лечь на спину. Его подстрелили. Ну и, конечно же, если бы такая ситуация была, значит, вот этот выстрел произошел, когда красный бандит стоял на краю состава, то бандит, перемещенный за пределы поезда, выбывает из игры. Вот он, смотрите, звучит выстрел. Он отлетает на ближайший вагон, а его нет, и он падает с состава поезда. И выбывает из игры. А как же бандиту, которого подстрелили, встать? Как ему встать на ноги? Ведь у нас нет такого действия, как встать. У нас среди четырех карт есть только действие сменить уровень, развернуться, переместиться и выстрелить. Так вот, любая из этих карт, если ваш бандит лежит на спине, может быть сыграно, как действие встать. То есть, когда вы планируете, вы переворачиваете любую карту, и когда она откроется, и если ваш бандит лежит в себе, отдыхает, подстреленный на спине, то вместо выполнения указанного на карте действия поставьте его на ноги, но не меняя направление, в котором он был повернут. То есть, вот так. А если мы видим Туко, который лежит, отдыхает, ну, давайте он пускай отдыхает в вагоне, то он поднимется на ноги вот так, и его Кольт будет смотреть в направлении локомотива. Сейчас мы на примере разберем фазу планирования. Допустим, Майя, первый игрок, она говорит так, внимание, сначала мне нужно, конечно же, первым делом спуститься вниз. Да, то есть поменять уровень. Потом развернуться и выстрелить. Вот именно в таком порядке она оставляет эти карты, потому что сыграны они будут с первой до последней, а эту карту отбрасывает в сторону. Следующий будет Док, и Док, конечно, первым делом будет стрелять. Давайте, вот он стрельнет, потом он пробежит вперед и сменит уровень. Вот эта карта будет отброшена в сторону. Об этом никто не знает, какую карту он отбрасывает, но призрак понимает, что сейчас, конечно же, Док вот с этим самым Кольтом, который направлен его в спину, выстрелит, и поэтому первым делом ему нужно будет встать. Ну и, допустим, он сыграет вот эту карту действия как именно подъем, как, может быть, даже лечение после выстрела. Потом он сменит уровень и выстрелит, а вот эту карту он отбросит в сторону. Все. Фаза планирования завершена. Далее начинается фаза вторая. Грабеж. Игроки совершают ходы, начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке. В свой ход игрок открывает верхнюю карту своей стопки и разыгрывает указанное на ней действие. Причем выполнение всех действий является обязательным, даже если сейчас уже вам это не выгодно. Майя спланировала сменить уровень, и она перемещает своего бандита с крыши вагона внутрь вагона. Переместив. А далее, как я сказал, по часовой стрелке Док разыгрывает, да, действие выстрел и стреляет в спину призраку. Но призрак об этом знал, поэтому первую карту мы помним, как у нас планировалось встать. Поэтому сейчас выстрел в спину, бандит перемещается на крышу следующего вагона и падает на спину. А вот и ход подошел к призраку, и он вместо действия перемещения говорит, это действие встать. И он встает, опять-таки, смотри, не меняя направление кольта. В свой ход игрок разыгрывает только одну карту, а следующую он разыгрывает уже в следующем круге. И вот подошел следующий круг. Майя открывает карту, и она разворачивается. Она разворачивается и направляет кольт в сторону локомотива. Чем ответит Док? Док бежит, он перемещается по крышам вагона, а призрак, внимание, призрак меняет уровень. И если в том же вагоне есть другие бандиты, разместите вот этого вашего спускающегося с крыши или наоборот поднимающегося на крышу спиной вплотную к краю вагона. То есть вот спина его вплотную к краю вагона. Вот здесь вот будет стоять ваш бандит. То есть помните, где у него спина, где у него кольт, и спускаться нужно вплотную к вот этой карте. Ну и наконец, когда все игроки разыграют по три карты, фаза грабежа закончена. И вот она последняя, третья спланированная карта. И здесь звучит бэдыщ, потому что Майя стреляет и теперь она стреляет в призрака. Как? Не повезло призраку. И он отлетает в соседний вагон и падает на спину. Док. Док у нас меняет уровень и опять-таки его спина ближе вот сюда становится. Напомню, спиной вплотную к краю вагона он становится. И теперь, смотрите, если бы Майя стреляла, то она попала бы уже не в призрака, который валяется, а непосредственно в дока. Ну и теперь последняя карта. Выстрел не прозвучал, потому что вот этот призрак в белой простыне, он вместо выстрела поднимается на ноги. И вот такая игровая ситуация в конце второй фазы грабежа. Вот он, конец раунда. После того, как каждый игрок разыграет все три своих действия, сбросьте карту последнего вагона. Последний вагон это тот вагон, который дальний от локомотива. Вот он. И если бы в нем, скажем, было несколько бандитов, да хоть один, два или три, все эти бандиты покидают, выбывают из игры, в отличие от карты вагона. Карту забирает себе тот игрок, чей бандит теперь находится ближе всего к хвосту поезда. Он кладет перед собой лицевой стороной вверх, то есть мешком с деньгами вот эту карту. В данном случае это Мия, да, она находится ближе всего к хвосту поезда. Но ведь может произойти такая ситуация, что будет ничья. Ну, допустим, вот здесь, смотри, вот на краю вагона стоит и в вагоне, вернее, и на крыше вагона стоят два бандита. Кому тогда достанется эта карта? Так вот, в случае ничьей карту получает тот, кто находится на крыше вагона, а не внутри него. То есть, призрак. Призрак забирает себе эту карту и кладет лицом вверх. Все видят, что это 323 доллара вот в этих мешках, которые были в вагонах. Затем передайте передайте карту первого игрока следующему игроку по часовой стрелке и начинается новый раунд. Да, все берут опять 4 карты и начинают планировать, какие действия они совершат в этот раунд. Но нужно выбрать, как вы помните, всего 3 карты, а одну отбросить в сторону. Игра заканчивается, как только в поезде остается только один бандит. Игрок, которому он принадлежит, побеждает в игре. Но игра заканчивается также в том случае, если отцеплены все вагоны и остался только локомотив. И в этом случае побеждает игрок, не выбывший из игры и собравший больше карт вагонов. Но в случае ничьей побеждает игрок с самой ценной картой вагона. Вот, победитель. В коробку с настольной игрой Супер Кольт Экспресс также положили дополнение к карту действия Рефлекс. Сейчас мы выясним, как разыгрывать это действие. Во время подготовки к игре выдайте каждому игроку набор базовых карт и карту действия Рефлекс. Теперь у каждого игрока в руке будет на одну карту больше. Но каждый раунд игроки все еще будут разыгрывать по три карты. Таким образом, допустим, мы планируем раз, два, три, вот эти две карты отбрасываем в сторону, переворачиваем и готовы разыграть. И первое, что мы разыграем, это карта действия Рефлекс. Вот какой значок у карты действия Рефлекс и обозначает он, если ваш бандит лежит на спине, то выполните действие встать и затем сразу же выстрелить. Но вот если ваш бандит стоит, то в случае, если вы разыграли вот такую карту действия, то вы должны сначала лечь, а потом выстрелить. Да, выстрелить себе в ногу и больно, и обидно. Но, допустим, мы лежали, здесь вот отдыхали в вагоне, а вот здесь вот красотка стояла в вагоне и думала, ну что он сможет сделать? А у нас разыграна карта Рефлекс. И мы встаем, стреляем и, конечно же, да, красотка улетает в другой вагон и падает на краю этого самого вагона. Но есть еще одно дополнение, которое положили в коробку Супер Кольт Экспресс. И озвучил бы я его не словом, а звуком Да, все верно, это карта дополнения лошадь. Во время подготовки к игре выдайте каждому игроку карту действия лошадь с соответствующей рыбашкой. Теперь у каждого игрока в руке будет на одну карту больше. Но каждый раунд игроки все еще будут разыгрывать по три карты. Скажем, раз, два, три. А вот эти три отбрасываем в сторону. Все, мы спланировали свой ход. Итак, док играет действие лошади. Поместите своего бандита внутрь локомотива так, чтобы он смотрел в направлении движения поезда, а остальные бандиты были у него за спиной. Причем у этой карты есть особенность, она может спасти тебя в самый последний момент от выстрела. Допустим, представим себе такую ситуацию. Вот здесь Тайдок, здесь Шайен. Шайен разыгрывает карту с действием выстрел и стреляет в дока. Бэдыщ! И вот тут внимание, тут внимание. Если вас выстрелом выбили из поезда, но верхняя карта вашей стопки лошадь, то вы все равно сможете разыграть ее в свой ближайший ход. Вы спаслись в последний момент на лошади. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык и прямо сюда, внутрь локомотива. В самое ближайшее время на этом канале мы покажем тебе партию в настольную игру Супер Кольт Экспресс на троих. И также, конечно же, в базовый Кольт Экспресс тоже сыграем. И кто бы знал, что дополнение лошадь, которое будет в Супер Кольт Экспрессе, уже обозначено здесь, на базовой коробке Кольта Экспресса. На этом все. Я основательно показал вам правила на стороне игры Супер Кольт Экспресс. И все, что я не показал, это вот эту сторону коробки. Но мы сейчас это исправим. Смотрите. Вот. Вот и все. Все остальное есть в этом видео. Поэтому, если вы не хотите читать правила на стороне игры Супер Кольт Экспресс, посмотрите это видео и вы будете знать абсолютно все правила, потому что я не пропускал ни одной строчки, ну практически ни одного слова из этих правил. Очень скоро партия на канале YouTube.com. А вы поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. А если вы напишите комментарий, то YouTube начнет продвигать это видео. И это видео вы увидите не только вы, но и ваши знакомые. До встречи.